Перед тем, как приступить к заключительному этапу ремонта дорожного покрытия, нанесению разметки, сотрудники муниципального учреждения дорожное хозяйство вместе с подрядчиком делают отбор проб верхнего слоя нового асфальтобетонного покрытия в квартале между улицами Красноармейска и Чкалова, проверяют соответствие ГОСТу и СНИПу. Мы отбираем три керна на 7 тысяч, здесь порядка 25 тысяч, то есть будем отбирать где-то 12 точек. То есть 6 точек с одной стороны, в правейшей части 6 точек с другой стороны. Для того, чтобы определить физико-механические свойства смеси, образцы отправляют в лабораторию. Там керн расщепляют и оценивают структуру. Важны также параметры водонасыщения и уплотнения. Приемка объекта проводится исходя из результатов исследований. Подрядчик, в свою очередь, также проверяет асфальтобетонную смесь. Предварительно перед выпуском продукции мы согласовываем состав заказчикам. После этого, при выпуске продукции, у нас ведется внутренний контроль постоянный. Комплексное обновление включает в себя не только приведение в порядок проезжей части, но и замену дорожных и тротуарных бортовых камней. Установку придорожных плит, ремонт газонов и пешеходных зон. Также на улице Ленинской предусмотрели ремонт парковочных пространств и строительство более полусотни дополнительных машин и мест, почти на 700 квадратных метров. Автовладельцы уже успели оценить преображение Ленинской и считать, что проверки необходимы. Ну, вначале она вроде неплохо выглядит. Посмотрим, как она дальше себя покажет. Новая всегда хорошая, насколько она новая продержится. Контроль-то должен быть всегда. Результаты проведенного отбору проб асфальтобетонного покрытия будут готовы в течение двух-трех дней. Полностью ремонтные работы на участке должны завершить до конца октября. Ольга Павлова, Никита Колосов, Максим Гусев. События.